Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, я очень рада вас видеть на своем канале. И сегодня рождественский сочельник. И от всего сердца, от всего сердца вас, мои дорогие, поздравляю с этим прекрасным праздником здоровья вам. Самое главное – здоровье, счастье, любви, понимания. Пусть ваши намеченные планы обязательно сбудутся. Пусть в вашем доме царит детский смех и уважение, понимание ваших родных и близких. Итак, мои дорогие, сегодня я хотела бы ответить на ваши вопросы. Их очень много, и я думаю, поздравлю вас и с праздничком как раз, и поздороваюсь в новом году уже. Двухтысяч на двадцать первом. Что я хочу сказать. Со всеми девочками, которые выиграли приз по поводу похудения вместе со мной, мы уже переговорили. Все решили приступать именно с 15 января. В общем, девочки хотят погулять. Поэтому, пожалуйста, гуляйте, мои дорогие. Но 15 мы приступаем. У нас с каждой из этих девушек назначен день, когда мы будем разбираться с их, значит, какими-то пожеланиями, по весу и так далее. И, возможно, будут разные виды питания. Пока сейчас сказать ничего точно не могу, пока мы еще не определились с девочками. Поэтому у нас после 10 числа назначены с каждой определенный день, когда мы будем с вами общаться и решать, как же нам худеть, по какой системе. И если мои дорогие девочки, которые выиграли приз, будут делиться своими успехами, а, возможно, и не успехами, но я все-таки надеюсь на успех, я буду очень признательна. Очень признательна, если вы будете писать под видео или как-то общаться с нашими подписчиками и делиться теми своими ощущениями новыми по пути похудения. Это то, что касается девочек-призеров, которые будут худеть со мной с 15 января по 15 февраля. Я очень надеюсь, что у нас все получится и мы будем делиться видео своими результатами. Итак, сегодня я подобрала несколько вопросов, на которые бы я хотела ответить. Очень много зашли новых участников, возможно, гости канала, подписчики новые. И безумно вам рада, что вы пришли, мне очень это приятно. Поэтому на те вопросы, которые я сегодня буду отвечать, мои старожилы уже давно знают. Поэтому послушайте еще раз. Очень часто задаваемый вопрос. Вот написала мне Анфиса Макарова по поводу меню. Мои подписчики-старожилы знают, что я категорически против меню. Меню – это напряг. Когда мы составляем меню, это уже все. Головная боль, что мы, китозники, знаем, что нам нельзя и что нам можно. Вот и придерживайтесь. Я вот встаю утром, серьезно вам говорю, я не знаю, что я буду кушать в течение дня. Вот пришло у меня желание того или другого. Я буду кушать то, что я хочу на данный момент, и никакое меню мне не нужно. Потому что я знаю, что мне нельзя. Я не буду применять те продукты, которые запрещены при кето. Девочки, которые сейчас будут ходить, худеть со мной, понятное дело, я им составляю программу. Я им составляю меню. У нас программа. И чтобы им было проще, конечно, вот им я буду обязательно составлять меню. Рацион, весь расчет и все, я буду это делать. А вот так по жизни, вот я для Анфисы Макаровой и других, кто интересуется, я меню не составляю. Считаю, что это головная боль. Знайте те продукты, которые вам нельзя. И всего лишь. Вот я говорю, я встала, я захотела, допустим, салат в миску. Хороший там греческий салат, вот я хотела, допустим, я сделала быстренько. Я яйца с беконом очень люблю, часто делаю. Могу сделать какую-то запеканку с творога и так далее. Я говорю, вот так специально не сижу и себя вот этими. Это напряг, это ни к чему. Особенно те, которые очень давно придерживаются кето-питания, они поймут и подтвердят то, что меню, оно совсем не нужно. Знайте, что нам нельзя и этого будет достаточно. Очень многие, это тоже новички, спрашивают, Лена, вы говорите, бутерброд, нам хлеб нельзя. Как же так, где хлеб? Хлеб нам нельзя, но кето хлеб можно. У меня есть канал, он не такой, что прям кулинарный, где я прям полный процесс показываю, строгаю. Я показываю готовое блюдо, это как ориентир. У меня не такой вот кулинарный канал, который вот миллионники, именно кулинарные блюда, они показывают, как режут, как варят, как жарят и так далее. Я показываю готовый продукт, с чего готовится и к БЖУ. Я считаю, это достаточно, потому что если я буду вести кулинарный в полном объеме, это будет кулинарный канал. Я заброшу этот, у меня цели нет. Я думаю, те ориентиры, которые я показываю в своем канале, приложение к этому каналу, кулинарному каналу, который вы упросили меня вести, совершенно достаточно для того, чтобы понять. Я показываю блюдо в готовом варианте, показываю, что для этого блюда. Когда я такие продукты брала, я обязательно указываю, уже готовое к БЖУ. Вам только приготовить, вы уже знаете, как и что готовить. Поэтому, вот касаемо хлеба. Хлеба, кето-вариантов очень-очень много. Если у меня и на основном моем канале, и в приложении кулинарном моем канале, и вообще в интернет открытое пространство, очень много. Хотя, мои дорогие, будьте очень внимательны. Я иногда смотрю, какие-то варианты какие-то, да, блюд, и очень удивляюсь. Будьте осторожны, показывают кулинарное блюдо, которое, какой-то один, допустим, ингредиент, совершенно не кетовский, который может выпить из кетоза, совершенно не подходящее в это блюдо. Будьте осторожны. Особенно смотрю, когда добавляют в салаты колбасу. Наша колбаса, которая выпускается в России, в СНГ и так далее. Везде содержится очень много тех ингредиентов, которые строго запрещены. Они замаскированы, их можно не увидеть. Ну, сахара почти везде есть. Молочная там какая-то сыворотка, кислота. Очень много манки добавляется. Все это нельзя нам. Если вы делаете салаты, допустим, тоже оливье, пожалуйста, отварите кусочек мяса. Но ни в коем случае не покупайте, вот и не делайте с покупной колбасы. Вот это вот, когда вы смотрите кулинарные каналы пакета, это сомневаетесь, что-то вам непонятно, спросите лучше. Либо спросите, либо поищите. Я говорю, в интернет открытое пространство, вопросов очень много. Многие, как бы, не совсем, видимо, углубляются в кетопитание. Иногда смотришь, ну, столько, как бы, недопустимых ошибок. То, что можно, вот, допустим, тому человеку, который это сделал, возможно, все хорошо пройдет и не выпит из кетоза. А у кого-то может просто мгновенно выпить. Поэтому будьте вот в этом плане очень осторожны. Я, прежде чем показать вам блюда, я тысячи раз подумаю, перепроверю. Но сейчас, за два года кетопитания, я, конечно, уже могу сказать, что я набралась большого опыта и ошибок в кетопитании у меня нет. И те блюда, которые я готовлю, они не выпьют из кетоза вас однозначно. Потому что я очень серьезно к этому подхожу. И вас очень прошу смотреть внимательно. Итак, кто интересовался кето-хлебом, кето-хлеб нам можно, кето-хлеб рецепты есть. Очень многие пишут, что не могу считать калории. Мои дорогие, я очень многим говорю, пожалуйста, заведите себе на телефон приложение, скачайте Фет-секрет. Легко и просто, потом вам будут считать. Фет-секрет очень хорошо. Белки, жиры, углеводы. Допустим, я первый прием пищи, у меня два сейчас, да? Если второй прием пищи, я уже знаю, где-то я не добрала по жирам. Ну, белки, если не добрала, это прекрасно, да и ладно, да? А вот если жиры или белки, то я, конечно, уже тут могу как-то уже корректировать. Поэтому Фет-секрет очень удобный калькулятор. Я многим уже пишу про это, что, пожалуйста, сделайте, скачайте на свой телефон это приложение. Очень удобное. Евгения Шуланова, да, если я... Жуланова, да, если я ошибаюсь, девчонки, фамилия... Ой, простите, ради бога. Разрешенные продукты я вам отправила, но это не полный список. Разрешенные продукты и запрещенные продукты отставлю под этим видео. Оно может быть и не в полном объеме, но основное, конечно, будет. Поэтому будьте осторожны, считайте аккуратно. Первые две недели, если будете считать, потом вам будет не надо. Я сейчас считаю вот на автомате, и если я себя даже проверяю, я понимаю, что у меня нет ошибок. Это только первые две-три недели, хотя бы, если вы будете регулярно считать, мои хорошие, все будет хорошо. Это несложно. Вот я говорю, я сейчас, вот уж скоро два года, я интуитивно считаю свой колораж и не ошибаюсь. Но считаю, хотя многие, не многие, но есть такие, которые говорят, я не считаю. Ну, это неправильно, по-моему, хотя, может быть, человеку это все очень даже комфортно. Мы все индивидуальные, мы все разные, и кому-то, вот мне, я знаю, нужен строгий контроль. У меня шаг влево, шаг вправо, все, расстрел плюс два килограмма. Это я утрирую, но так и есть. Потому что если я, я знаю свой организм, я худела, поправляла, толстела и так далее. И я знаю, что вот для моего организма очень нужен строгий контроль. Почему я, уходя на палео, вернулась сразу на кето? Потому что для меня палео слишком щадящая диета, мне нужно построже. А все подбирают под себя, ни одна диета не должна напрягать, должно быть комфортно. Если диета напрягает, то будет срыв обязательно. Я свое кето, с кето питанием не считаю диетой. Это мой образ жизни, мне ничего не раздражает, не мешает. Я кушаю сытно, вкусно. У меня есть кето сладости в полном объеме. Поэтому меня все-все устраивает. Вот сегодня я тоже готовила тортики, аж три тортика. Поэтому все присутствует, но нужно считать. Мое личное мнение, считать колораж нужно, особенно на первых порах. Если человеку, не считая колоража, все получается, ну, только могу сказать молодцы, респект, продолжайте в том же духе. Очень многие спрашивают по поводу считать, нет листовые салаты. Вот многие пишут, и кетозники, и я сама считаю так, что листовые салаты можно не учитывать, углеводы в листовых салатах можно не учитывать. Но если мы делаем салат, добавляем туда оливковое масло, добавляем сметану и маслины, маслины, мы должны это все учитывать, обязательно. Это же очень много жиров, и мы можем перебрать. Если листовые салаты мы можем не учитывать, но заправку мы учитывать просто обязаны. Иначе мы переберем. Понятно, да, мои дорогие? Я, по-моему, осветила все вопросы, как-то быстро оттороторила. Девчонки вам, мои дорогие, пишите, задавайте вопросы. Продолжаем худеть в новом году. Моя цель не изменилась. 22 января будет ровно два года, как я на кето. Я буду перед вами отчитываться за свой вес и за свои параметры обязательно. От своей цели я не отхожу. Моя цель 60 килограмм, и я к ней иду. И очень надеюсь, что девочки, которые выиграли розыгрыш, которыми мы будем ходить с 15 января, тоже дойдут до своей цели. Я бы очень этого хотела. Итак, мои дорогие, пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. Помните, мои дорогие, я отвечаю всем и всегда, даже с опозданием. Девчонки, спасибо, спасибо за ваши поздравления. Валюша Дукар всегда меня поздравляет. Спасибо, мои дорогие, мне очень-очень приятно. Если я кого-то не озвучила, пишите, задавайте свои вопросы. Я обязательно в следующем видео и озвучу ваши фамилии. По-моему, я ответила всем. Если кого-то пропустила, извините, напишите. И я обязательно все озвучу в следующем видео. Мои дорогие, кто зашел на мой канал и еще не подписан, не забудьте подписаться. И все, мои дорогие, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok